Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов мы изготавливали с вами вот такие вот красивенькие нимфы, которые в основном специализируются для рыбалки катящейся нимфой. Это один из вариантов чешских нимф. Она может быть, как вы видите, вот такая. Или же, как вот я достал со своей коробочки. Уже немножко потрепанную она, не один год у меня работает. Вот такую. Давайте мы сейчас с вами изготовим промежуточный вариант, который работает именно сейчас в нашей конкретной рыбалке. Я взял крючок Тимка 200Р номер 16 и одел вот такую бусинку. Она может быть вольфрамовая, латунная или же пластмассовая за неимением, вот как у меня необходимого диаметра. Такая вот бусинка. И, как вы видите, носик я изготовил красной ниткой и одел потом этот шарик. Теперь нам с вами понадобится... Я специально не обрывал, показываю вам вот такое перо. Это перо куропатки. Но вырвать его желательно ближе к шее. Считайте, что на самой-самой-самой шее. Давайте теперь изготовим хвостик и приступим к изготовлению нашего тела. Мы с вами изготовили хвостик из той кисточки, что я вам показывал. Как вы видите, величина его должна приблизительно равняться на длине нашего тела. Красной нитью, которой изготавливали, я изготовил заднюю часть и закрепил кусочек вот такого люрекса. И морковного цвета, как обычно, из тесьмы, которую я распускаю. И теперь нам необходимо с вами оставить приблизительно вот так четвертую часть нашего красного хвостика и изготовить, не доходя до нашего шарика, буквально полмиллиметра, чтобы мы могли там изготовить с вами опушку. Изготавливаем так, чтобы наше тело, как вы видите, имело ровную коническую форму. Правда, потом, когда мы вскроем лаком, оно все у нас потихонечку выровняется. Как вы видите, вышло у нас вот такое симпатичное тело. Теперь нам остается аккуратненько, так, чтобы не вышло много и чтобы не было мало, взять, как я обычно использую в своей работе, вот такой лак-клей. И совсем немножечко нанести, пропитать наше тело. Следим за тем, чтобы у нас наш хвостик не прихватило лаком. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. И подождем, пока наш лак подсохнет. Тело наше немножечко подсохло. И я закрепил перышко коропатки у нашего шарика. Теперь нам необходимо очень-очень аккуратненько взять перодержатель и выполнить буквально один оборот. посмотрите, по своим лапкам может быть полтора оборота. Вот у меня, я смотрю, мне необходимо чуть больше, чем один оборот. Закрепили перышко. Ну, а теперь нам остается только лишь все это до конца подхватить. И оккультурить. Вот, друзья мои, мы с вами и изготовили очередную хорошую, уловистую такую нимфочку. С цветами можно оранжевый заменить на салатного цвета или же цвета липы. Еще хорошо работает, если всю мушку изготовить в оливковых тонах, но тогда уже опушку, перышки надо будет подбирать немножко по другому цвету. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!